Это проект Смотри Хабаровск. Я, Надежда Выходцева, сегодня нахожусь в Центре Псилогия. И мы продолжим тему буллинга, травли в школах. Предыдущая наша беседа заинтересовала наших зрителей, и многие сошлись в том, что это негативное явление существует, но как противостоять ему, вот в этом возникли вопросы. И в первую очередь, я считаю, что необходимо противостоять самим детям, как мы сегодня научимся на занятии. Аленочка, можешь ли сказать? Это страх одиночества. Страх одиночества. Ага. Все я нарисовала. Первая у нас картина где? Можешь? Это была первая, да? И ты когда перемещала? Я не сильно отпечатывалась, поэтому я нашла отдельно нарисованные. Ну, ты прям хочешь, чтобы они были прорисованы мощно, да? Вот так вот, сильно, со всеми красками. Угу. Хорошо. Так, смотрю, что у тебя человечки, да, здесь, вот они тоже разные. Ага. Абсолютно разные. Абсолютно разные. Даже разные цвета. Ага. А вот этот человечек, смотри, он уже прям вот в другом направлении, да, он в другой стороне. Почему? Можешь сказать? Ну, я слышала, что у нас все получилось. Так получилось. Так получилось. Угу. Хорошо. Какие чувства сейчас у тебя? Ну, все как-то грустно стало. Грустно стало? Угу. Хорошо, стало грустно. Что можно сделать с этой грустью? Давай подумаем вместе. Не знаю, можно вместо черного фона сделать яркий фон. Яркий фон. И дорисовать еще людей. И еще людей прибавить. Побольше краски отобрази. И потом сделай отпечатки. И посмотрим, что будет в конце у тебя на шестом листке. Насколько он будет страшен, этот образ. Мы прорисовываем страх. Ребята его рисуют на бумаге. Образ своего страха. Какой он? У каждого человека, естественно, существует страх. И важно здесь проработать. У кого-то страх связан с выступлением у доски в школе. У кого-то страх имеет образ животного какого-то. У кого-то это страх высоты. И сейчас ребята просто в терапевтических техниках отрабатывают данный вид страха. Ну, как-то на много листочков вы задействуете один и тот же страх. Почему? Да, да. Потому что существует такая методика, что чем больше об этом думаешь, тем больше это уходит из твоего сознания, из твоей головы. Также образ страха. Ребята переводят на рисунки. И с каждым новым рисунком образ страха, ну, вот один рисунок яркий, и краски становится все меньше, меньше, меньше. И в итоге шестой рисунок, страх уже не такой страшный, не яркий, не красивый и совсем не страшный. Если у вас есть желание забрать, допустим, можно повесить у себя в комнате, в этих условиях. И сейчас мы с вами попробуем выполнить. Да, я рада, что вам знали. Каким образом вот это занятие может помочь человеку, маленькому человеку, противостоять тому давлению, той траве, которая происходит в учебном заведении? Ну, или не только в учебном заведении? На данном занятии мы с ребятами изучали тему уверенности в себе. Это немаловажное качество по данному направлению, по буллингу, потому что конкретно мы отрабатываем в упражнениях повышение самооценки. Что такое уверенный, кто такой уверенный в себе человек, какими качествами он при этом должен обладать. Мы проигрывали конкретно ситуации, практики, как противостоять обидчику, какие методы, какие навыки существуют для этого. Ребята все это обыгрывали, ну и выходили наиболее уверенными становились. Также очень важен навык самопрезентации. Выходя на сцену, подросток преодолевает барьер коммуникативного отсутствия. Появляется навык взаимодействия, навык общения. А ваше мнение как раз? Ну, все наши программы, которые мы проводим, все вот эти группы, мы обязательно вначале проговариваем с ребятами правила. То есть мы говорим о том, что на занятиях мы относимся с уважением друг к другу, да? И мы, как ведущие, за этим постоянно следим на каждом занятии, да? Если мы замечаем, что ребенок начинает где-то агрессивно себя проявлять, да, где-то там в какие-то конфликты вступать, мы возвращаемся обязательно к этим правилам, проговариваем их снова вслух. И стараемся мы всегда с ребятами выходить на техники психологические, да, которым мы обучаем детей. Это техника я-высказывания и активного слушания. Техники эти очень важны. Не все взрослые их знают, им надо обязательно обучаться. Они помогают нам говорить о своих каких-то проблемных моментах, о своих негативных эмоциях, да, которые мы сейчас испытываем, именно через я-высказывание. То есть не обвиняя, не ты там плохой, ты виноват, а вот я сейчас злюсь, я сейчас расстроен, я сейчас гневаюсь. Это помогает на самом деле не уходить глубоко в конфликт. И мы этому обучаем на каждом занятии ребят. У нас с чего может начаться и возможно ли так каким-то образом нивелировать уже в зерне в своем эту нехорошую ситуацию? И можно ли этому либо научиться, либо это, не знаю, с этим рождается? Ну вот смотрите, сегодня вы были свидетелями упражнения по работе со страхами. И очень много подростков говорят о том, что у них присутствует страх публичного выступления, страх общения среди детей, своих подростков, да? Вот. И в данном случае мы отрабатывали у некоторых ребят страх общения. Это очень важно, когда у ребенка есть возможность прорисовать свой страх, выплеснуть его со своей головы на бумагу, увидеть его воочию, поработать с ним и превратить его в такое какое-то смешное существо, пририсовав ему какие-то крылья, чтобы он улетел и больше не возвращался. Я тебе, знаешь, что предлагаю, что взять и попытаться свой страх перевести в смешное его что-то. Вот ты можешь из этой фигуры сделать что-то смешное, подрисовать, может быть, ему что-то такое вот. Например, что? Ну, может быть, какие-то крылышки приклеить. И вот этот страх, образ медведя, да, страх, может быть, вот пусть он куда-то у нас улетит с помощью крылышек. Возможно? Да. Превратиться какой-то такой тучкой. Давай попробуем? Давай. Рисуй. Вот таким способом ребята приобретают внутреннюю уверенность. Страх исчезает, общение, и они становятся уверенными в себе. То есть я полагаю, что те, кто сейчас могут увидеть наше с вами интервью, могут так же дома просто нарисовать. И это сработает? Да, это работает. Вот эти арт-терапевтические теории, они действительно действенные, они работают. Главное, в этот момент, когда вы рисуете, прислушиваться к своим эмоциям, да, то есть проговаривать их, чувствовать их в теле. Это мы, собственно, детей учим на занятиях, чтобы они научились себя слышать, слышать свои эмоции. И провисовывая, выплескивая на бумагу, мы тем самым страх этот немножечко сбавляем, то есть его становится меньше гораздо. Что может быть тем моментом, когда я могу понять, что этот страх больше мной не управляет? То есть вот вы что-то... Это внутреннее чувство, которое ребёнок испытывает. Он говорит об этом, а мне уже не страшно. И он ощущает это внутри себя, погружаясь. Ну и плюс в нашем теле же всё взаимосвязано, то есть есть какая-то эмоция, есть реакция на эту эмоцию физическая, да. И мы об этом сегодня как раз с ребятами говорили, про то, что любую эмоцию мы чувствуем. То есть страх это где-то вот в груди, да, там сердце начинает стучать. И получается, что если эмоция-то ушла, то значит вот этих ощущений неприятных не будет в теле, он не будет их чувствовать. А уже возвращаясь снова к моменту травмы и боли, когда таким образом проработан страх? В результате ребёнок получают что? Как он будет и может действовать? В каком моменте он может избежать, опять же, создания критичной ситуации? Ну вот прорабатывая, например, страхи, ну травли это не только про страхи, но если брать именно страх, если мы его прорабатываем, да, возможно, ребёнок потом, придя в школу, сможет уже ответить как-то своим обидчикам, сможет набраться храбрости и подойти и сказать об этом взрослому, да, педагогу своему, либо рассказать родителям, хотя бы родителям. Бывает просто такое, что дети настолько боятся, что они даже родителям об этом не говорят. И это вот очень важно. Прорабатывая свои вот эти эмоции, мы помогаем детям тем самым открыто говорить об этом. Ещё очень важная такая эмоция, как гнев, раздражение, злость. Ребята тоже очень часто испытывают эти негативные эмоции. И благодаря нашим занятиям, нашим упражнениям на занятиях, мы отрабатываем техники. Ну, допустим, гнев. Приди домой, поколоти подушку, элементарно. При травле возникает же очень часто это состояние. Ребёнок просто не знает, куда это выплеснуть, что надо сделать, чтобы гнев прошёл. Они злятся, у них краснеет кожа и всё, что с этим связано, другие какие-то процессы. И очень важно обучать. Ребёнок приходит и говорит, слушайте, говорит, ну вообще правда действует. Я пришёл домой, колочу подушку, мама спрашивает, что случилось у тебя? Он говорит, мам, да ты не переживай, я технику отрабатываю, я борюсь со своим гневом. Его больше не существует. Не надо вот что-то вот сделать, вот поколотить или пробежать там вокруг дома, или на турнике где-то вот позаниматься. Дети не знают этих, к сожалению, методов. Поэтому вот важно очень родителям тоже обучать этому. Вы сказали о том, что травле состоит не только из трав. А из чего ещё может состоять трав, и каким образом можно себя подготовить к этому этапу? Ну вот мне бы хотелось вернуться к высказыванию, наверное, Гордона Ньюфилда. Он в своей книге писал о том, об эксперименте, который наблюдали натуралисты. То есть в стадии слонов погибли взрослые, остались только малыши, получается. И вот они росли между собой, и некому было регулировать их эмоции, некому было им помочь. И они стали проявлять себя очень агрессивно. То есть там был такой уровень агрессии, что необходимо уже было вмешиваться. И потом, вот я не помню точно конец этого эксперимента, но вроде как появился там взрослый слон, который очень быстро навёл порядок в этом коллективе. Если мы говорим про травлю, она, как правило, начинается всегда, ну, если брать школу, то с начальных классов. То есть поначалу, да, к ребёнку, может быть, там, ребята как-то не очень хорошо относятся. И вот здесь важно именно взрослому, значимому, который рядом с ними, заметить эту травлю и провести беседы, поговорить, выяснить, в чём причина, то есть не оставлять детей один на один. Нужно именно с ними разговаривать, и тогда, если взрослых будут это замечать, будут подключаться, я думаю, что эти проблемы можно будет избежать. Потому что самый сложный этап у детей, вот когда они уходят из начальной школы и приходят уже, да, в пятый класс, у них идёт эта адаптация, большое количество учителей появляется, появляется очень много разных предметов. И, конечно же, они начинают нервничать, они начинают стрессовать. И они, не зная, как работать со своими эмоциями, очень часто выплёскивают эти эмоции на окружение. И мы получаем вот эту самую травлю, да. Поэтому здесь важно взрослым подключаться, быть рядом, слушать, помогать, общаться с детьми и какими-то примерами, да, из жизни показывать. То есть проводить вот эти вот воспитательные беседы, это очень важно. Ещё очень важна взаимосвязь родителей и ребёнок. Важны доверительные взаимоотношения в семье. Ведь если их не будет, кому ещё ребёнок, как ни маме, папе, он может сказать о том, что у него что-то происходит не то в классе. То есть родители, когда приходят домой с рабочего дня, в первую очередь должны спрашивать, первоочередные вопросы должны быть не такого плана, что ты получил, какую оценку принёс и выбросил ли ты мусор и так далее. А вообще, как прошёл сегодня твой день, что у тебя было сегодня, с кем ты общался, с кем не общался, кто, может быть, из друзей у тебя появился. Как ты вообще сегодня сам, как ты себя чувствуешь? Вот это немаловажно всё-таки. Предположим, таких разговоров ещё не было, либо они были уже заботы в семье. Опять же, кто-то слушает наше с вами интервью. И хотелось бы узнать, ну, вот это доверие потеряно, хотелось бы узнать, каким образом возвращать это доверие, в каком возрасте это наиболее удобно, когда это сложно, ну, и с какой вероятностью можно вернуть доверие? В принципе, это доверие всегда нужно прорабатывать в любом возрасте. Вернуть доверие постепенно, потихоньку. Не ждите, что ребёнок сразу вам на вопрос, на ваш ответит. Сразу броситься к вам в объятия, если вы что-то спросили и так далее. Потихонечку, по капельке, немножечко уточнить, спросить что-то. По чуть-чуть, конечно, сразу не будет доверия. Оно не может просто так возникнуть, если оно было потеряно в семье. Постепенно родители должны сами делать попытки. Узнайте, чем живёт ваш ребёнок, какие у него сейчас интересы, чем дышит. Возможно, первый вопрос ребёнок вообще не ответит. И то идёт от ответа и про себя подумает, что случилось с моей мамой вообще, почему она спросила у меня что-то. Но опять же у него уже появится какая-то мысль. Если вы зададите ещё раз второй вопрос, касаемо его личности, что ему интересно внутри глубоко, возможно, он ответит. А как нащёпать этот момент, потому что если потеряно доверие, особенно недоимок с подростками, а там же уже совсем другой мир, человек практически уже взрослый, и вдруг к нему в душу лезут, и он не очень сильно доверяет. А вот как подойти, может быть, через какие-то вопросы? Может быть, зайти через какие-то компьютерные игры, допустим, выяснить, чем ребёнок, ну даже дочка и мама, да, возьмём. Можно сходить вместе в магазин, попытаться выбрать вместе косметику, какую-то помаду, что ребёнок давно о чём мечтал. Мама может помочь в этом вопросе, сказать дочь, вот не знаю, чем ты увлекаешься, прости, извини, вот потеряно. Очень хочу вот узнать, можно? Разрешишь, не разрешишь? Вот хотя бы так. Ну и какие-то компьютерные игры, вот то, что делает ваш ребёнок, вы сами знаете, как родитель. Чем он увлекается, где он сидит? Постепенно поспрашивайте у него. У нас была очень интересная мамочка, которая не знала, как восстановить доверительные отношения с своим ребёнком, который уже вырос, подросток, 15 лет, и она говорит, ну мне пришлось своему сыну сказать, что я очень хочу увлечься компьютерной игрой, но не знаю совершенно компьютерного мира. Вот не подскажешь мне, во что мне можно поиграть, какую игру ты мне посоветуешь. Ну и всё, и вот с такого момента элементарного у них началось общение. И таким образом можно поймать те нехорошие ситуации, которые связаны как раз с школьной жизнью, там боли, как травли, или что чем-то ещё можно спастись? Ну, наверное, постепенно ребёнок уже будет говорить, если вы входите к нему в доверительные взаимоотношения, вот начиная с элементарных ходов, потом же у вас по нарастающей линии становится всё больше и больше интересов, в увлечении вместе с вашим ребёнком, и возможно, что в какой-то из моментов он скажет о том, что существует у него, какая у него есть проблема, если он почувствует доверие по отношению к нему с вашей стороны, как взрослого. Но это может долго затянуться? Как быстро? Это он, мне кажется, у всех настолько индивидуальный. Да, у всех абсолютно по-разному. Всё зависит от ребёнка, но от возраста, конечно, тоже, потому что с подростками в этом плане сложнее. То есть вы понимаете, что достаточно время прошло с того момента, как вот это доверие было потеряно. Если сравнивать 5-летнего ребёнка и 15-летнего, разница колоссальная. Но при всём при этом любой ребёнок, он любит своего родителя, и он хочет, чтобы родитель для него был действительно значимым, взрослым. Шаг за шагом, потом постепенно ребёнок понимает, что, ну, я, наверное, могу доверять снова этому человеку. А травля, вот эта вся боль, которую ребёнок испытывает, это же всё эмоции, это внутри, это надо куда-то выплеснуть. И, соответственно, если ребёнок доверяет, он в первую очередь расскажет маме или папе. Это важно. Какими-то действиями ребёнка уже в семье заметить, что у ребёнка в школе какие-то проблемы. Может быть, эти дети чем-то отличаются особенно? Ну, скорее всего, это будет замкнутый ребёнок, скорее всего, он будет отстраняться от общения с вами. Даже если он раньше как-то подходил и общался, то сейчас он будет закрытый. Бывают такие случаи, что дети отказываются от еды. Ну, то есть переживания внутренние, а не физиологические процессы наши стопорят. И, скорее всего, он будет отказываться от еды, от выхода к вам вообще со своей комнаты, со своего мира. Они не хотят ходить в школу. Это первый сигнал вообще. Да, не хочу ходить. Почему не хочу ходить? Мне поставили двойку или плохая оценка. Бывают и скрытые, к сожалению. А бывают настолько загрытые, что дети просто говорят, не хочу и всё, не пойду. Особенно это подростки делают. Если маленькие детки, они ещё как-то могут объяснить, что происходит, а меня обидели, мне то-то сказали. А подросток, он уже нет. Ну, не пойду. Не пойду и всё, вот буду сидеть дома. Такие случаи действительно бывают, их очень много. И родителю тогда, опять же, применяя я высказывания, нужно подходить к ребёнку и нужно спрашивать, нужно говорить о своих чувствах. И родителю, ты пойми, я за тебя переживаю, в данный момент я вижу, что с тобой что-то происходит не то. Мне очень страшно, я хочу попробовать тебе помочь. Можно или нет? Ну, как-то вот так попробовать подойти. Ну, и всегда можно обратиться к педагогу, если вы замечаете, что с ребёнком что-то происходит, да, в первую очередь классный руководитель. Или какой-то другой значительный взрослый, это может быть тренер с какой-то секцией, если ребёнок ему доверяет, и вы не знаете, как по-другому на ребёнка выйти. Можно привлечь кого-то со стороны, какого-то соседа, двоюродного брата, там, не знаю, кого угодно. Опять же, касаясь буллинга, мы, предположим, начали человека непосредственно отравить, либо сам человек отравить. Вот терапия, улучшение своих коммуникативных качеств, либо, может быть, перевод даже в другую школу, решают ли это всё проблему со стороны посредственно буллинга, и как быстро решают в таком случае? Ну, это проблема решаемая, если действительно взрослые обращают на это внимание и вовремя приводят ребёнка к психологу, да, вовремя начинают разговаривать с классным руководителем. Решать как-то проблему и выходить на доверительные отношения, конечно, это проблема решаемая. Бывает такое, что ребёнка действительно приходится переводить в другую школу, потому что травля не всегда бывает со стороны детей, бывает, что и со стороны педагогов. Но здесь вступать в сопротивление со всей школой сложно на самом деле, сложно и маме, и сложно и ребёнку, и семье, да, и, возможно, переход в другую школу, он поможет. И на самом деле тоже есть такие случаи, когда детей переводят, и у них всё замечательно. То есть в любом случае родителю надо включаться в этот процесс, ему надо помогать. Скажите, пожалуйста, в любом негативе есть какой-то, может быть, позитив, либо, может быть, из этого можно какой-то позитив извлечь. Из такой сложной, критичной ситуации, как бой, как краб, можно ли извлечь какой-то положительный опыт для дальнейшей своей жизни? И если да, то какой? Ну, у меня есть две идеи. Ну, во-первых, для нас, для всех, для общества, это такой показатель, что, во-первых, детей надо этому учить, что надо быть добрее просто, да. На примере вот таких ребят классный руководитель может их собирать и объяснять, что посмотрите, к чему приводит эта травля, до чего можно довести ребёнка, да. Все мы люди, все мы хотим находиться в обществе, все мы хотим, вот, правда, искренне, чтобы нас любили и принимали, и каждый этого хочет. И просто разговаривая так с детьми, можно им показать, что есть оборотная сторона, да, у всего этого, что можно человека довести до чего-то очень серьёзного. А для самого человека, который проходит через эту травлю, ну, таким людям, на самом деле, потом требуется во взрослом возрасте длительная помощь психолога. Но если брать именно что-то положительное прям, то часто такие люди в будущем становятся, уходят в помогающие профессии, то есть, да, чтобы помогать где-то, там, в детском саду работают, либо в школах, либо как раз-таки психологами становятся. Они стараются своим примером показать, да, что так вот нельзя, что в своём коллективе я постараюсь этого не допустить. Ну, то есть, наверное, если выделять положительное что-то, то характер становится более закалённым, что ли. Но лучше, конечно, этого не доводить, не доходить до этого состояния. Это всегда травма для ребёнка. Да, конечно. И для взрослого она долго не проходит потом. Насколько это тяжёлая травма в период боли, то, что получается от этого? Насколько это тяжёлая травма? Подростки, они сами по себе очень ранимые и очень травматичные личности. Потому что ещё внутри не сформирован внутренний образ своего «я». И поэтому это очень важно, конечно. Соответственно, как я понимаю, ну, и то, что вы научали сегодня на занятиях, ну, кроме того, что противостояли своему страху, как-то, нивелированию, получается, чему надо научиться, чтобы я, ну, или этот ребёнок, не попал вот в эту ситуацию? Прежде всего, конечно, повышение самооценки. Если ребёнок уверен в себе, если у него в норме самооценка, то тогда будьте уверены, что в травлю он не попадёт. Он знает определённые методы, которыми он может спокойно снивелировать и при этом уйти от этой травли. Получается, здесь взрослым, когда они говорят, ну, в общем, ты тут никто теми или иными словами, это уже нельзя говорить в домашних условиях, например. Ребёнок хоть нет, конечно. В никаком случае. То есть вот это все, вот, не твоего ума дело? Нет, нет, нет. Родителям нужно чётко следить за каждым своим высказыванием по отношению к подростку. За каждым высказыванием то, что они произносят. Потому что любое высказывание может быть травматичным для личности подростка. Ну, часто бывает такое, что мама говорит, то у тебя такие же доча волосюшки, жиденькие, как у твоего папы. Тут ещё кто-то добавил, и что у неё нос не такой козистый, да, как хотелось бы. И всё. И девочка замкнулась. Сама в себя ушла. Действительно, волосюшки у неё какие-то не такие, нос не такой. И, естественно, при встрече с какими-то там, ну, школьными какими-то там товарищами, которые опять же сделают ей замечание, да, у неё, естественно, не будет сил противостоять вот этому давлению, которое появилось в этой ситуации. Если ребёнок в себе уверен, если он принимает свою внешность, будьте уверены, у него всё получится. Он в любом варианте даст так пор. Создавайте в себе уверенность. Это очень-очень важно. В жизни вам пригодится. Потому что человек, который не уверен в детстве, в будущем, ему эта неуверенность очень будет сильно мешать. И в построении карьеры своей. И во всех, во всех других начинаниях. Становитесь уверенной личностью. Договорились? Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!